Следующий доклад у нас Евгений Владимирович Левченко «Современные подходы в диагностике и лечении немелкоклеточного рака лёгкого». Спасибо большое, Евгений Новымович, за доклад. Мне намного проще, хирургам всегда намного проще. Удалось успешно тянуть время, пока вы придёте. Да-да, хирургам всегда намного проще. И тема, рамки, в которых я предполагаю доклад, в принципе, я думаю, будет для всех намного понятнее, чем те вещи, о которых говорил Евгений Новымович. Я хочу говорить сегодня о заболеваемости несколько слов. Что рак лёгкого по заболеваемости и смертности входит в пятёрку на залогах злокачественных с наихудшим прогнозом. Если мы говорим, что немелкоклеточный рак лёгкого, это порядка 80%. 20% мелкоклеточного и 80% немелкоклеточного рака лёгкого. Как задача стоит в улучшении результатов лечения рака лёгкого? Это первичная профилактика. Если мы говорим, что курят сейчас на сегодняшний день 1,25 миллиарда на земном шаре, а рак ассоциирован и кумулятированный риск рака лёгкого к 75 годам пациента-курильщика составляет порядка 16%, но мы знаем, что есть и никогда не курившие, которые заболевают раком лёгкого. Я задал себе вопрос, как часто бывает 10-15% рака лёгкого у некурильщиков? Говорят, правда, что они раньше курили, но из некурильщиков заболевших 2 третих составляют женщины. А среди женщин, заболевших раком лёгкого, никогда не курили около 20%, и около 30% среди азиатской расы. То есть, каждая третья практически заболевшая раком лёгкого женщина, я не знаю, куда мы относимся, к Европе или к азиатам, но где-то промежуточно, я так думаю, что где-то порядка 25% у нас, и тенденция к увеличению именно у женщин, никогда не куривших, сохраняется и нарастает. Если мы говорим о скрининге, то уже получены результаты в пользу улучшения результатов скрининга с использованием ранней диагностики низкодозной компьютерной томографии с увеличением риска смерти на 20%. Если мы говорим о диагностике, вот здесь, это диагностический алгоритм, который мы можем и мы используем в своей работе сейчас, это цитологическое исследование мокроты, это в том случае, если, скажем, является стандартом, и если недостижимой для бронхоскопии и более точного, тогда цитологическое исследование мокроты может выявить опухолевые клетки в мокроте самый простой и доступный способ, но чувствительность до 60%. Бронхоскопия с обязательным исследованием пациентов, с подозрением на рак лёгкого, ну, конечно, центральной формы. Здесь кусковая биопсия 77-84%, браш биопсия 71% и цитологическое исследование промывных вод до 50%. Если мы говорим о слепой через бронхиальной биопсии, когда под контролем наития бронхоскопистов по данным компьютерной томографии выполняется вслепую, то есть по компьютерной томографии при трахеальной клетчатке имеется поражение лимфоузлов, но не прорастающая стенку трахеи. Тогда производится пункционная биопсия с взятием цитологического материала. Если это выполняется под контролем бронхоскэндобрахиальной сонографии, это называется метод ЭБУС, навигационная под рентген-контролем, когда может быть выполнена под рентген-контролем, под УЗИ-контролем, с чувствительностью, со специфичностью до 100% и чувствительностью 91%. Если навигационная через бронхиальная биопсия, когда под контролем рентгенограмма, рентгеноскопии, выполняется брохоскопистами, выполняется кусковая биопсия образования периферического, недоступного для брохоскопии, тонкоигольная аспирационная пневмония под эндоскопическим контролем через со стороны пищевода выполняется со специфичностью 91%, с чувствительностью 88%. Трансторокальная пункция образований легких, которые выполняются под компьютерной навигацией, с тонкоигольной, с чувствительностью 81% до 90%, трепан-биопсия до 97% с чувствительностью и специфичностью от 88% до 100%. Торакоцинтез, я люблю демонстрировать эту рентгенограмму, ощущение, что жидкость все-таки справа и после пункции, это говорит как раз-таки о распространенности опухолевого процесса, после пункции эвакуации жидкости из правой плевральной полости оказывается, что рак левого легкого, от электаз левого легкого и смещение средостения в левую сторону, а эта жидкость еще поддавливала единственное дышащее правое легкое в левой плевральной полости. Поэтому, но после этой манипуляции состояние резко улучшилось пациента и пациент действительно верифицирован, что как распространенный рак молодой относительно пациент около 40 лет. И торакоцинтез помогает тоже выявить злокачественные клетки в жидкости плевральной. Если алгоритм не позволяет диагностировать, тогда выполняется торакоскопия с чувствительностью более 90%, специфичностью до 100%. Медиастеноскопия, определение лимфоузлов, средостения от 72% с чувствительностью до 89% со средним значением 81%. Если весь алгоритм не позволяет восстановить диагноз, выполняется диагностическая торакотомия с биопсией висцеральной плевры. Трипанбиопсия отдаленных метастазов в печени, надпочечниках, костных поражений позволяет тоже поставить диагноз. На сегодняшний день, можно сказать, 90-95% пациентов, которые пришли на прием, могут быть и должны быть верифицированы морфологически. Если мы говорим об улучшении результатов, мы говорим еще об улучшении результатов лечения. Я бы разложил это на несколько критериев. Либо мы должны лучше оперировать, мы должны лучше выполнять медицинальную лимдисекцию, мы научились выполнять даже сверх расширенные лимдисекции, называется билатеральные лимдисекции, мы научились выполнять брохопластики различные с медицинальной лимдисекцией, с резекцией, например, предсердия, это линейный рубец предсердия, мышечного слоя пищевода, перикарда на большом протяжении, бифуркации трахеи, блок резекции грудной стенки, протезирование сосудов, удаление тел позвонков с протезированием трех тел позвонков при раке пинкоста, это варианты, которые могут быть при резекциях корины, выполняться. Бронхангиопластические вмешательства у пациента с билатеральным раком, центральный рак верхней доли, периферийский рак с централизацией верхней доли контрлатерального легкого, сначала выполнена бронхангиопластическая лобэктомия слева, затем выполнена лобэктомия, это бронхангиопластическая лобэктомия слева, а это потом выполнена еще верхняя лобэктомия справа, это пациент после двух верхних лобэктомий, но бронхангиопластическая слева, и справа просто лобэктомии. Если инвазируют в пищевод, мы можем выполнить с резекцией аорты, опухоль инвазировала грудную аорту. Если инвазируют в пищевод опухоль с прямым распространением, мы можем выполнить одномоментную пластику желудочным стеблем вместе с пневмоноктомией. Если вы выявили распространение по висцеральной плевре, мы можем выполнить панплевропневмоноктомию с гипертермической перфузией плевральной полости. Но все эти результаты, к сожалению, ни лимдисекция, ни расширение объемов не имели за последние 20 лет, с 1976 года со времени Петерсона, увеличение выживаемости третьей стадии с 18 всегда как она есть, так и была. Поэтому здесь, может быть, комбинировать вопрос стал с неодювантной химиотерапией перед химиотерапией. И проведены уже много рандомизированных исследований, метаанализов, которые свидетельствуют в пользу преимущества неодювантной химиотерапии, индукционной химиотерапии. И у нас есть собственный результат использования индукционной химиотерапии с увеличением выживаемости, пятилетней выживаемости статистики достоверной при третьей А-третьей Б стадии. Известно также, что проведение химиолучевой терапии в предоперационном этапе, в том случае, если имеется снижение стадии по лимфоузлам, сочетается с увеличением выживаемости. Но вместе с данным эффектом имеется послеоперационная летальность, статистики достоверно увеличивается за счет, в основном, бронхиальных свещей. Использование адювантной терапии, химиотерапии, увеличение показало первое исследование с 1995 года увеличение на 5%. Затем серия исследований по адювантной химиотерапии и ЛАЦ, мета-анализ, который объединил эти исследования и выявил, что увеличение пятилетней выживаемости в 5,3% статистики достоверно. Если мы говорим, как тогда лечить пациентов перед операцией или после операции, оказывается, 10 тысяч пациентов, которые 10 рандомизированных исследований до и 21 рандомизированных исследований после, абсолютно сопоставимые результаты по общей выживаемости и безрецидивной выживаемости, как предоперационной, так и послеоперационной химиотерапии. Может быть, индивидуализация лечения. И здесь, если говорить о адювантной химиотерапии, ретроспективно ЦАО проанализировал результаты адювантной химиотерапии по GRB-10 и выявил 15 генов у пациентов, которые могут увеличить риск рецидива заболеваемости. Оказывается, если есть экспрессия этих генов, то риск рецидива увеличивается в 10 раз. Но если проводить химиотерапию, тогда тренды сопоставимы. Это к вопросу первая-вторая стадия. Первая-вторая стадия рака легкого. И мы считаем, что если мы прооперировали лучше, выполнили лимдисекцию лучше, выполнили комбинированную резекцию, мы считаем, что вроде бы это заслуга хирургов. Однако потенциал биологический, который заложен уже в опухоли к моменту операции, к моменту диагностики, также уже свидетельствует в пользу нехирургических подходов. Если говорить о использовании также в адювантной и АЛТ адювантной химиотерапии, и было проанализировано другой критерий, ИРСС-1, который вызывает репарацию ДНК, поврежденной цисплотином, то при низкой ИРСС-1 получалось, что химиотерапия имела преимущество относительно с контролем. Но если высокий ИРСС-1, когда восстановление ДНК после воздействия цисплотина по сравнению с контролем, наоборот, ухудшало отдаленные результаты. Поэтому здесь на сегодняшний день имеются многие прогностические критерии, прогностические биомаркеры, которые влияют на, например, если ИГФР, высокая копия ИГФР является худшим прогнозом. А если есть мутация, ассоциирована с лучшим прогнозом. И эти прогностические критерии говорят о том, что некоторые из них используются и в качестве предикторов. Такие как ИГФР, ИРСС-1, я сказал, и АЛК, который сегодня, скажем так, уже обсуждается в качестве предиктивных биомаркеров при лечении мелкоклеточного рака легкого. А если говорить, что хирург думает о том, как лучше лечить рак легкого, я все-таки думаю, что хочется мне, чтобы наши генетики, наши химиотерапевты, ну, может быть, предоставили нам алгоритм, который на основании которого по предиктивным критериям мы могли бы предположить, что у этого пациента низкая активность и низкие риски по прогрессированию даже при распространенном опухолевом процессе. Если мы говорим о стадии, стадия не определяет прогноз, стадия определяет эта фотография, это как стоп-кадр. Если опухоль с низким потенциалом, но с большой распространенностью, я думаю, это то место, где могут хирурги участвовать даже в таких огромных и больших операциях. А думаю, что мы придем к тому моменту, когда даже при незначительных опухолях и с плохим прогнозом мы будем отказываться от хирургического лечения. Спасибо за внимание. Активно используется по разным причинам, в связи с агрессивностью заболевания, тяжелым состоянием пациента, выраженной сопутствующей патологии. Я знаю, что у вас есть как минимум несколько таких вот клинических случаев, когда оперировались пациенты после терапии ингибиторами теросинкинаст. Причем речь шла про сразу же изначально распространенное заболевание. Вот несколько слов скажите об этом. Насколько это вы считаете целесообразным и когда это делать? Когда максимальный ответ или когда есть все-таки признаки прогрессирования? Когда появился один-два новых очага? Или может быть, когда увеличивается первичная опухоль? Я могу сейчас сказать, что, например, мы сейчас обсуждаем пациентку, которая закончила эксплоративную туркотомию за счет перехода опухоли на общий трункус-пульмонализ. Общий трункус-пульмонализ, который выходит, это пациентки слева, и опухоль переходила по стволу левой легочной артерии на общий ствол. И нигде никакого другого представительства опухолевого процесса нет. Просто локализация опухоли остановила в выполнении пневмонектомии. Мы и пациентке определилась АЛК-мутация. Пациентка практически год находится на ингибиторах АЛК, терозинкиноза АЛК. И сейчас наметилась тенденция к прогрессированию. Опять-таки, нигде нет никакого представительства опухолевого процесса. В этой ситуации, ну, может быть, переходить на вторую линию АЛК, как вариант. Но я, как хирург, считаю, что, может быть, если есть шанс для хирургического лечения в условиях АИК, вот это тот случай, когда мы можем, и сейчас ведутся переговоры с Институтом Аламазовой, с Первым Медицинским, где мы будем ее оперировать в условиях АИК. Другие пациенты, когда с ингибитором терозинкиноза АЛК, там действительно была уже распространенная стадия, и выполнено тогда хирургическое лечение, обе, четвертая стадия была оба пациента. И одна прожила три с половиной года после этого, а второй спрогрессировал он через один из месяцев, но отказался от адреналоктомии. Единственный метастаз – другой надпочечник, но он отказался от адреналоктомии, и тогда его судьба через два или три месяца, по-моему, и жизни закончилась. Ну, а когда оперировать? Я так думаю, что, ну, мне так кажется, через месяца-два после начала, если есть, ну, понятно, что ограниченное распространение. Два-три месяца – это то, когда мы можем получить очень хороший ответ. У нас есть пациентка, которая с кровотечением, практически с легочным пожизненным показанием, мы поступила и выявили мутацию GFR, и она после буквально четырех недель опухоль уменьшилась в разы, то есть на фоне химиотерапии такого не добиться. А что сейчас этой пациентке? Она от прогрессирования, с метастазированием в головной мозг, по-моему, погибла. Все-таки прогрессировала. А она одевантно получала терапию или нет? Она одевантно получала, но, по-моему, она получала химиотерапию, там, не одевантно, ингибиторная терапия. Ну, давайте тут, мне кажется, что вообще на самом-то деле вот тут как раз может произойти какие-то на наших глазах изменения правил, причем тут, к сожалению, та ситуация, когда вот эти предклинические модели, они действительно совсем неадекватные. Дело в том, что в хирургии, вообще онкологической, есть примеры, когда опухоль хорошо отвечает на терапию, то хирурги настаивают, чтобы не доводить вообще пациентов до признаков прогрессирования, а все-таки оперировать побыстрее. Я осознательно очень осторожно говорю, но, допустим, для герминогенных опухолей это вообще стандарт, все, что осталось удалить. И если послушать дискуссии в отношении колоректального рака, то там на самом-то деле хирурги все время говорят, что им не успевают вовремя отдать пациента. Если сделать это вовремя, результаты будут хорошие. Вот тут, как мне кажется, если я опять же призываю задуматься, что здесь ситуация, с которой онкологи, медики никогда не сталкивались. Она биологически принципиально новая. Появились действительно очень эффективные препараты. Такого раньше не было. Не было ситуации, когда препарат очень эффективен. Первая позиция. Раз. Второе. То, что вот меня шокировало, это наши собственные работы. Я допускаю, что я, может быть, немножко переоцениваю их значимость. Я всегда исходил, что формирование резистентности происходит месяцами. Месяцами. Ну, действительно, вот мы видим время до прогрессирования. 8 месяцев, 12 месяцев. Вот и есть время формирования резистентности. Правда? Даже собственные работы показывают, что это, к сожалению, не так. На кончике иглы, что называется, моментально гибнут опухолевые клетки. И при этом вот это формирование резистентного клона, оно формируется за несколько недель. Соответственно, кто знает, может быть, вот эти все соображения, пока еще не очень внятные, пойдут вообще в основу совсем других клинических испытаний. С точки зрения, вообще-то, вот такой попытки понять онкологический процесс в целом, мне не кажется безумным. Дали препарат, если он хорошо действует. Как только выраженное уменьшение остановилось, вот на этом этапе, а не на этапе роста, надо рассматривать вопрос, а не лучше ли все будет удалить. Все равно продолжение терапии, особенно такое же, ни к чему не приведет. Да и к полному регрессу не приведет. А так есть шансы, да, у них шансы. Ну, в принципе, те же. Он вообще инкорпорирован, ну, в общем, в такую клиническую практику, что они сначала добиваются уменьшения, и если задержался именно первичный очаг опухоли, именно первичный очаг опухоли, то они стараются вот этот первичный очаг удалить. Ну, вообще, на самом-то деле, тут очень много можно рассуждать о том, что разная немножко может быть ситуация для метастатических очагов, которые в других органах могут довольно быстро регрессировать и так далее, и так далее. Но я просто призываю вдуматься, потому что уже год назад я спрашивал специалистов по меланомии. Вот хорошо, там очень короткий эффект веоморфинибон, 5 месяцев. А может быть, не дожидаться, когда эффект пригодится? Дальше-то ничего нет, на самом деле, после этого. А попытаться сразу удалить то, что осталось. Ну, понятно, что это вещи, они выглядят очень, так сказать, авантюрно. И плюс, еще раз говорю, что нет адекватных моделей, где можно было бы попробовать на животных. Но плюс еще все-таки речь идет, что одевантную терапию, по идее, надо делать. Но это не просто взяли и удалили. Но то, что вообще на эту тему, наверное, будут задумываться, наверное, будут задумываться. И я думаю, в лице Евгения Владимировича мы все имеем очень большого союзника. Да, да. Мы всегда готовы все удалить. Евгений Владимирович, буквально еще... Подождите, вы еще не все удалили. Останьтесь, пожалуйста. Евгений Владимирович, вы действительно продемонстрировали блестящий доклад, в котором четко обозначили позицию мультидисциплинарного подхода. Роль патолога, молекулярного генетика, роль, безусловно, хирурга, химиотерапевта, роль специалиста функциональной диагностики. Но вот возвращаясь к теме сегодняшнего, в целом сегодняшнего доклада, вот у вас колоссальный опыт. Пусть ЛК-позитивные пациенты, их даже где-то относят к арфанам пациентов, но у вас сформировался какой-то портрет пациента немелкоклеточным рамком легкого с носительством данной мутации. Ну, я думаю, что это понятно, что это молодая женщина. Молодая женщина, никогда не курившая. Но не обязательно молодая, и он встречается и в 50, и в 60 лет. То, что мы видели, да? Но какого-то портрета, я так не думаю, но не знаю почему, но у нас, по-моему, те, кто выявили, чуть ли не 50% учителей. Да, это тоже портрет, к портрету, да? Но мне еще представляется, что существенно. Вот это, кстати, тут мы как онкологи-то мало можем помочь ситуации. Все-таки, все-таки, правильно себя ведут врачи общего профиля. Когда они видят что-то непонятное у молодых людей, последнее, что им приходит в голову, это рак легкого. Поэтому у меня несколько было молодых пациентов, которых год мурыжили с диагностикой. Но мурыжили – не хорошее слово, потому что я имею в виду, что это правильно. У молодых людей рака легкого быть не должно. И то, что вообще в голову не приходило возможности подобного диагноза, в этом, я считаю, винить врачей нельзя. Они исходят из практической реальности. Но еще раз говорю, что тут много очень молодых пациентов, в том числе и там есть ситуации, когда долгое время не считали нужным за подозрение с онкологическое заболевание. Да, согласен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!